Друзья, мы вновь продолжаем нашу конференцию и открываем, на мой взгляд, одну из самых интересных и практичных секций. И начинаем с истории основателей. Я не буду долго здесь уже рассказывать про фонд и использовать другие красноречивые фразы. И перейду к Даниилу Брадовичу, CEO CookStream. И также, чтобы не ошибиться, CPO at JustLLC. Даниил расскажет про то, как их команда сделала 4 пивота и в итоге построила прибыльный бизнес. Даю вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Очень рад быть здесь. Я уже увидел очень много знакомых лиц. Многие из Долины. Это очень приятно. Многие из Москвы, кто интересуется тех миром, что еще приятнее. Сокурсники вон там где-то сидят. Класс. Очень приятно. Ладно, давайте приступим. Сейчас я разберусь, как эта штука работает. Все, супер. Так, меня зовут Даниил Брадович. Последние 5 лет я жил и работал в основном в Кремниевой долине. Кроме этого, я пробыл на сколько-то, 1, 2, 3, 4, 5 хабов международных городов. И там мы делали бизнес, либо пытались сделать бизнес. В общем, пытались понять, как на этих рынках нужно работать и понять. И, в принципе, об этом и будет моя история в основном. Прежде всего, для тех, кто не знает, что такое пивод, я воспользуюсь определением Эрика Риза. Это, скажем так, гений мыслей линд-стартап-движения. По сути дела, я думаю, уже вы все ознакомились. Тем не менее, это глобальное меняение стратегии, видение продукта, источников роста, его продвижения. И у нас таких глобальных изменений было 4 на пути к созданию работающего бизнеса. Что было достаточно небыстро, немножечко болезненно. И можно было бы сделать это намного быстрее, если бы мы знали то, что мы знаем сейчас. Ну, давайте все по порядку. Значит, история началась с того, что я закончил бизнес-школу в Штатах, в Сан-Франциско. И там я познакомился со своими русскими кафандрами, которые были тоже из МГУ и МФТ. И поделился с ними сумасшедшей идеей. А что, если соединить людей, чтобы они общались через живое видео, о чем угодно. То есть для тех, кто одинокий, делать нечего. А другие могли бы смотреть, комментировать. Что-то вроде аналога Перископ. Все знакомы с Перископом? И тогда мы начали брейдштормить, общаться. И подумали, ну блин, а насчет чего они будут общаться? Должны какие темы? Ну, кулинарные шоу были такие огромные. Тогда был огромный тренд. 105 миллионов семей смотрело кулинарные шоу на еженедельной основе. И мы, о, надо начинать с кулинарных шоу, а потом пойдем со всего остального. Давайте проверим. И как раз проходилось соревнование, стартап-викенд в Сан-Франциско. Тогда это было достаточно редкое явление, распиаренное, большое. 2012 год. И мы решили проверить эту сумасшедшую идею там. И мы еле-еле попали туда, отборочный путь. Мы прошли до полуфинала, только объединившись с другой идеей, потому что не добирали достаточное количество голосов, чтобы самостоятельно пройти. Дальше у нас не хватало дизайнера в команде для того, чтобы пройти. Я в интернете дал клич. Ребята, мы тут на соревнованиях, нам нужен дизайнер. Ответил парень из Сербии, у него фамилия Радович, у меня фамилия Брадович. Он подумал, я брат серб. Он там откликнулся, давайте, я помогу. В общем, его тоже всеми возможными способами протащили к нам в команду. В итоге за три дня у нас был готов, скажем так, прототип. И мы решили сфокусироваться благодаря менторам, которые были на стартапе Кенте на одном рынке и полностью создать продукт на его, это кулинария и точка. В общем, мы выступаем на финальном дне, на третьем дне. Думаю, это полная, скажем так, неинтересная идея, но почему-то, судя, моему удивлению, решили присудить первое место. И, соответственно, мы не только, мы тогда получили билет к Стиву Бланку, тогда мы не знали, кто это такой вообще, зачем нам тут стартап Next какой-то, Стив Бланк, мы тут бизнес-школу закончили, нам тут опять учиться нужно, нам надо бегом делать бизнес. Это потом мы уже знали, то, что все, что учили ему в бизнес-школе, надо нам выкинуть и заново опять учиться, потому что стартап-мир, у него немножечко другие правила работают, и поэтому методологии присвоены, поэтому не зря Free и другие организации адаптировали эту методологию в Россию, потому что принцип, который учат Стив Бланк и Эрик Крис, они работают везде, как бы рынок не отличался. Так вот, и мы выиграем это соревнование, у нас быстро команда из 7 человек, друзья, знакомые, кто-то еще услышал, ангел-инвесторы, к нам подбегает Learn Capital, которые были инициаторы того, что мы выиграли, и говорят, давайте общаться, посмотрим, что мы можем сделать. Но нас интересует образование. Мы такие, хорошо, так, понятно, для того, чтобы нам получить их деньги, нам нужно рассказать историю про образование. Ладно, давайте создадим живые кулинарные уроки. Так вот, на самом деле, чуть-чуть-чуть я это пропустил, говорят, нас интересует образование, мы готовы вас инвестировать, но так как вы на стадии идеи, за 300 тысяч вам придется, как бы, очень хороший кусок вашей компании отдать нам. Если хотите, можете чуть-чуть больше подошли. Мы посовещались, подумали, блин, мы тут три дня поработали, и нашу компанию уже оценивают в миллион долларов. А представляете, если мы так же поработаем с месяцок-другой? То есть, блин, за три дня миллион, в месяц, соответственно, на 30, 30 миллионов, через два месяца придем 60 миллионов. Класс, блин, пошли эти learn capital подальше, мы сейчас побыстренько поработаем сами без них, нам они сейчас особо не нужны, и тут им такое выдадим. Давайте будем делать живые кулинарные уроки и порвем рынок с этим делом. Мы пришли с этой вот идеей, может так, Стива Бланка, он говорит, ребята, посмотрите, шире кулинарные уроки, это все классно, ну что-то какую-то фигню сделали, посмотреть, какие есть проблемы на рынке. И мы начали смотреть проблемы. Проблемы с доставкой еды, проблемы в очередях и в ресторанах, проблемы кулинарных классов, персональных шефов не найти. И мы давайте все проблемы собирать в свои кулинарные уроки, засовывать до одной, второй, третьей, и изучать их все, интервировать людей. В итоге мы сказали, мы, блин, we will change the way you think about cooking. Взяли огромную идею, мы перевернем ваш взгляд на кулинарию. Кулинария – это круто, мы сделаем интересно и классно. И при этом у нас MVP с нашими глобальной идеей заняло делать пять месяцев. То есть пять месяцев мы пилили продукт, который, по сути дела, не могли представить нашим первичным инвесторам. И, соответственно, во время этого пиления и после это уже было не очень интересно. То есть вот мы здесь сидим, это буквально там восемь месяцев с начала работы. Нас из семьи осталось трое. Мои два кофаундера сидят, призадумались. Я еще как-то держу оскал в надежде изменить ситуацию. Но мы понимаем, что кулинарная революция наша рушится. То есть у нас не хватает средств, у нас не хватает сил. Все, что мы захотели, все проблемы решить, это слишком много. А Стив Бланк нам не успел рассказать, что надо сфокусироваться на одной, это сделать лучше всех. И мы поняли, что нам нужно двигаться дальше. Мы пытались оплавиться на все возможные акселераторы, включая, нет у нас тут 500 стартапов, мы пытались до него достучаться, мы стучались с тем, все нам, можно сказать, двигали, ну нет, пальцем у виска не двигали, мы говорили очень вежливо, ребята, все отлично, попозже покажите каким-нибудь тракшн нам, покажите какие-нибудь далее детали, и мы потом будем рады вас приветствовать. И, соответственно, у нас заканчиваются деньги, и мы сидим, думаем, что мы теперь будем делать. По сути дела, именно эта фотография, это говорит на крыше Сан-Франциско, но на самом деле так выглядит в основном, не небоскребы, очень приятное здание викторианского стиля. И мы поняли, что нам надо выбрать, сфокусироваться одна, что одно у нас есть в продукте, одна вещь, которой нет ни у кого другого, и мы это сделали лучше всех. И мы поняли, что у нас есть крутая технология по, скажем так, hotline. Это горячая линия через видеосвязь с экспертом. И ни у кого ничего такого не было, мы могли за буквально несколько секунд тебя соединить с экспертом. Это одна из функций была, которых мы разработали. То есть мы, по сути дела, с огромной болью, сердцем выкинули все наши наработки, сфокусировались только на вот этой функции, вот горячей линии, видео горячей линии, и решились пройтись опять по акселераторам, ну скажем так, инвесторам, которых мы знали, и как бы показаться с этой идеей. И мы начали получать приглашение пройти акселераторную программу в ряде акселераторов, некоторые из которых мы приняли, и начали побеждать на стартап-соревнованиях в Кремниевой долине. И в итоге, как бы, достаточно короткий срок, мы сделали приложение на iOS Android чисто с этой одной функцией. И даже, конечно, сначала чуть-чуть получили денег, потом начали делать приложение, потом получили еще больше денег. В итоге, как бы, инвесторы Кремниевой долины начали понимать. То есть, на самом деле, фокус на тот момент оказалась такой огромной стратегией, которая помогла нам, скажем так, чуть-чуть дальше пройти. Мы на радостях, что мы сейчас сделаем кулинарную горячую линию, потом мы сделаем горячую линию для всего остального. То есть, мы сделаем кулинарную горячую линию для юристов, для врачей, для всех остальных. И по сути дела мы с этим видением могли отдавать оценку нашему рынку, рисовать там миллиарды долларов, которые так любят все инвесторы. Так как рынок кулинарии достаточно низшивой, мы это, конечно, понимали. Тем не менее, мы смогли на этом рынке достигнуть неплохих результатов. У нас были горячие линии на сайтах партнеров, у блогеров, поговорить с шефом, где была технология, то, что мы можем общаться непосредственно с их сайта, с нашими экспертами. У нас более 2000 шефов-экспертов, которые работали с нами. У нас 7000 запросов в месяц, но бизнес-модель была полная отстой. То есть мы зарабатывали копейки, это 70 центов за звонок, и в итоге, конечно, никаких денег просто не могло хватить, математика не работала. Как бы мы ни старались ее выправить. Даниил, три минутки осталось, и нам придется к следующему спикеру переключиться. Мы сейчас ускоримся. В общем, понимая то, что такой бизнес навряд ли у нас пойдет, мы решили пересмотреть всю философию своего продукта, и, в принципе, встреча, и мое погружение в линд-стартап, и работа с Эриком Рисом, и еще более интерес других компаний нашей технологии привело к нам мысль, а нафига нам это все делать самим? Зачем нам надо самим выстраивать бизнес и идти в B2C каждому клиенту, когда мы можем дать технологию тем людям, у которых есть эти клиенты, которые могут сдавать бизнес за считанные недели с нуля. И, соответственно, сейчас у нас почти 10 компаний, которые используют нашу технологию полностью white label, и то, что нас не упоминает, нас это не смущает. Мы получаем долю от их прибыли, мы получаем часть в их компании часто, и наши юристы постарались сделать так, чтобы компания, скажем так, по сути дела стала микрофондом по технологии. И мы сейчас представляем свою технологию как раз в тех сферах, что мы мечтали, но при этом нашего бренда нигде, нигде нет. Поэтому на самом деле для нас работа с индустриальными партнерами в Штатах, на тех рынках, которые они понимают и знают, было с постением и есть до сих пор. Потому что мы пытаемся со своей колокольной с русским бизнесом создать B2C бизнес на американском рынке с менталитетом людей, которые нам достаточно сильно отличаются, было как минимум наивно. Тогда если мы, русские, мы смогли создать ту технологию, которая является ценностью за рубежом, зачем пытаться самим изобретать велосипед? И, соответственно, это вин-вин ситуация, которая позволяет компании, вместо того, чтобы тратить месяца, а то и года на разработку, моментально первым выходить на рынок и давать дополнительную ценность своим клиентам. И, соответственно, в такой модели у нас сейчас продолжает развиваться бизнес, тогда, когда мы можем и уделять уже другим направлениям. Допустим, сейчас у меня новая компания, которая работает, это Just, которая позволяет смотреть, кто со мной в одном месте. Соответственно, если бы у вас было бы у всех предложение, вы могли бы посмотреть профиль друг друга, и посмотреть, с кем хотите пообщаться дальше, с кем познакомиться. Но и она сейчас находится на стадии product-market-fit, и мы активно исследуем возможность применения этой технологии на P2B. И поэтому она может быть и тоже повторит такую же историю, как у нас в Cookstream. Например, буквально месяц назад мы ездили в Англию, где мы ездили на профильные конференции, что я вам советую, со стадионами общались, Wi-Fi-вендорами. Мы привезли очень полезные контакты и, возможно, технологии Just уже в ближайшие месяцы появятся на стадионах Европы. И будет внедрена в некоторые Wi-Fi технологии, скажем так, технологические компании. В общем, давайте тогда мы по быстрому итогу подведем. Значит, выход на иностранные рынки может тяжело сразу получиться с первого раза, скажем так. Даже если вы не сразу создали востребованную продукт, то не отчаивайтесь, это бывает. Партнерство с местными компаниями часто является очень хорошей альтернативой развития своего бизнеса в этой стране. Возможно, сэкономит вам не только время и деньги, но и сохранит вашу компанию, как это был в нашем, можно так сказать, случае. Ну и постарайтесь пробовать до тех пор, пока у вас не получится решить значимую проблему на этом рынке. И будьте открыты тому, что проблема может отличаться. В общем, как говорил мой кумир, можно так сказать, или как это, Альберт Шинштейн, что you never fail until you stop trying. Поэтому я вам тоже желаю, чем бы вы ни занимались, не сдавайтесь, пытайтесь довести это дело до конца, пытайтесь еще раз, еще раз, еще раз, и обязательно у вас тоже получится развиться свой стартап как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Спасибо большое. Данил, спасибо большое. Наш следующий гость из Сан-Франциско Майк Миланин, основатель и CBDO StatsBot. Майк расскажет про то, как общаться с американскими инвесторами и почему он не смеется, когда он смотрит сериал «Силиконовая долина». Всем привет. Меня зовут Миша. Майк стал за последние полгода. Так, кликер работает? Да, кликер работает. Отлично. Да, мы начали заниматься стартапами вместе где-то примерно года полтора. Это все оказалось нам романтично, интересно, гораздо интереснее, чем работать в большой и крупной IT-пыльной компании где-нибудь в России. Естественно, мы начали смотреть сериал «Силиконовая долина». Нам это все казалось очень смешным. Мы хотели все это попробовать, хотели все это сами пережить. И если коротко, мы все это пережили и теперь, пересматривая этот сериал или досматривая последние сезоны, становится нихрена не смешно. Ты смотришь это все, пропускаешь через себя и, как говорится, кто в армии был, тот в цирке не смеется. Да, и немножко о том… о том, кто мы вообще такие, чем мы занимаемся. Статсбот – это аналитический бот для слэка. За год у нас 25 тысяч активных пользователей, B2B-пользователей. Мы закончили 500 стартапов, Betaworks, Botcamp. Мы жили последние полгода между двумя побережьями Сан-Франциско и Нью-Йорком. И сейчас мы закрыли еще один раунд в Штатах на несколько миллионов. Информация, условно говоря, не публичная. Официальных комментариев мы пока не даем. Я уверен, конечно, это все растащат сейчас. Но все-таки анонс будет где-то примерно в январе. Да, и, собственно говоря, основная идея, почему же мы не смеемся, смотря сериал «Кремниевая долина». Потому что фонрайзен is brutal. И он brutal в России, он brutal в Штатах. Я буду рассказывать, почему же он brutal в Штатах. Потому что я считаю, что Штаты – это вообще колыбелью всех венчурных инвестиций. Там, тем не менее, все это сильно не структурировано. Тем не менее, там какие-то свои закономерности существуют. Они прослеживаются, по ним можно работать. Их гораздо больше, чем в России, если вы работаете в России с VC. Мы приехали в долину. Приехали мы в долину в начале мая. Нас начали звать на клевые встречи с клевыми VC. У нас глаза загорелись. Мы такие «Ура, ура!» Мы только приехали. Мы идем на встречу с топовыми фондами, у которых под управлением порядка миллиарда долларов. Все, история успеха, раз мы на второй день встречаемся с такими крутыми людьми. Но, как показывает жизнь, ты не готов к этим вопросам. Тебя загоняет тупик. Тебя бомбят очень сложными техническими вопросами, на которые ты, в принципе, знаешь, как ответить. Но на второй день в Штатах я, допустим, даже не знал хорошо английского языка. И мне задавали вопрос. Я так медленно-медленно поворачивал голову к партнерам. Я говорю, ну вы же поняли? Давайте, отвечайте. Это, естественно, ни к чему хорошему не приводит, когда у вас неуверенность в глазах, когда у вас все от зубов не отскакивает, вы на типичный пул всех вопросов автоматически не умеете отвечать. И огромная-огромная ошибка, что с самого начала мы пошли по VC-фирмам, а не по ангелам, которые могут эмоционально как-то проинвестировать, которые могут поверить в клевых новых молодых ребят из России. И мы не зафокусили поступление в акселераторы. Конечно, потом мы все это исправили. Мы попали в 500-м и еще в другой акселератор. Но я бы не советовал никому начинать с VC-фирм, будь они в России или будь они в Штатах. Вторая большая ошибка, которую мы допустили, нет никакого так называемого моментум, нет никакого повода exposure. То есть у вас нет никакого пусть то медийного повода, пусть то повода в трекшене, чтобы породить волну интереса от VC. Всегда лучше, от VC или от ангелов. Всегда лучше, когда к вам кто-то приходит, и у вас что-то спрашивают, и вам интересуются. А вы такие, не-не-не, погодите. Чем вы бегаете за кем-то? Это, в принципе, не только относительно VC и фандрайзинга. Это, в принципе, и к маркетингу тоже относится. Третье – это растягивание процесса фандрайзинга. Когда вы приходите к какому-либо VC, не VC, и говорите, я крутой, у меня крутая идея, у меня самая клевая команда, мы умеем что-то делать, давайте ваши деньги. Какой смысл VC в вас вкладывать? Ну, по большому счету, они подождут чуть-чуть. То есть всегда лучше подождать, чтобы риски уменьшались, а потом уже прийти, и если вы все-таки выживете, вас вложат. У нас даже был неприятный инцидент, когда вот такой вот растягивание процесса фандрайзинга, мы подписались с одной компанией, мы прождали месяц, нас это, ну, по сути, чуть не убило бизнес. И самый лучший триггер для всех инвесторов, это fear of missing out. Когда они боятся вас упустить. То есть вы своим уверенным видом, вы своим уверенными цифрами, уверенным пониманием бизнеса показываете, что они вам на самом деле не особенно нужны. У вас там в воронке еще сотня таких же. Если они будут долго тупить, то вы просто будете работать с другими. И еще таких пара фактов. 95% VC-ферм, они убыточные. То есть никто ничего не понимает, никто ничего не инвестирует, правильно не умеет инвестировать. Зарабатывают только 5% VC-компаний на рынке венчура. Это первое. Второе. Все VC ни хрена ничего не понимают. Мы встречали много инвесторов, которые говорят, я вот такой клевый, я там вообще все понимаю, я там слежу за трендами, бла-бла-бла. И у меня инвестиция, автокоммит выпускникового i-комбинейтера. Все. То есть он ничего не думает, он находит тех, кто уже первый в эту компанию что-то вкидывал, сделал due deal, и он просто старается присоединиться. То есть VC достаточно мало что понимает. Вот. И еще одна ошибка. На встречах с VC не задавать вопросов. Вы понимаете, это встреча, когда не только к вам присматриваются, но и вы должны присматриваться к ним. Вы должны понимать их стратегию инвестирования, вы должны понимать размер их фонда, размер чека, на какой раунд они заходят, на каком этапе по временам они находятся, когда они инвестируют, когда их деньги возревают и так далее, и так далее, и так далее. Это даст вам лучшее понимание вообще, стоит ли вам работать с этими людьми и вообще вас поставит в позицию, что не вы как мышка смотрите на питона, который вас хочет сожрать. Да, еще одна большая ошибка, которую мы допустили. Мы старались оставаться как можно дольше lean, все прям подсчитали, вот нам тут нужно столько-то тысяч долларов, тут столько-то, мы не будем брать от VC больше, чем нам нужно, чтобы не размываться, оставим как можно больше доли себе, чтобы не потерять контроль над компанией, в первую очередь, и чтобы на эксите иметь как можно больше денег. Но для стартапа на начальных особенно стадиях самая важная вещь – это выжить. И не нужно жадничать, не нужно все слишком overthinking, пересчитывать, что вот с точностью до тысячи долларов посчитать. Возьмите лучше чуть-чуть больше, размойтесь лучше чуть-чуть больше, но вы выживете в случае, если что-то пойдет не так, а все пойдет точно не так. Еще один такой непредсказуемый фактор оказался – все начали спрашивать о визах. Вообще старайтесь поднимать деньги там, где ваш бизнес, там, где вы работаете. Если у вас все клиенты в Штатах, то поднимайте в Штатах, если у вас большинство клиентов в России, поднимайте деньги в России. Вот относительно Штатов вопросом возникло у инвесторов наше положение с визой. Сейчас даже, возможно, не виза в США, более актуальная виза в Канаду с избиранием Трампа, но все-таки. Готовьтесь к этому вопросу. Если у вас даже и визы нет какой-то долгосрочной, будьте готовы на это ответить. Потому что не круто, что вы в глазах инвестора, что вы поднимете деньги и с ними уедете в Россию. Вот то, что сейчас мы там как-то находимся в России, организуем здесь R&D на пару месяцев, как бы не очень клево. Я все-таки хочу быть, чтобы общаться там с своими партнерами и инвесторами. Да, и последнее – это стараться экономить на юристах. Мы сходу решили там за тысячу долларов инкорпорировать компанию. Сейчас с нескольких десятков тысяч долларов это стоило, чтобы компанию отбелить перед закрытием раунда. Не отбелить, в смысле у нас что-то было нелегальное, но те правки, они были очень дорогие, чтобы просто переоформить документы. Лучше вообще не старайтесь ничего не оформлять, чем оформлять с хреновыми юристами, которые… Это вам потом аукнется 100%. Да, юристы в Штатах – это отдельно. Я сейчас очень пожалел, что я не пошел юридическое образование получать. Все. Все. Майк, спасибо большое. Следующий спикер – Сергей Сучков. Сергей – CEO и основатель Radario, и он расскажет о том, как им с командой удалось найти собственный путь к масштабированию. Пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Сергей. Я сооснователь Radario. Кто-нибудь вообще слышал о Radario? Несколько человек есть. Так, пультик, да. На самом деле, то, что есть сейчас, компания Radario, то, что начиналось, когда мы составили в 2012 году, не большая разница. и вообще мы работаем на рынке культурно-извлекательных и спортивных мероприятий. И в 2012 году мы запустились в Петербурге как некая новая модель продажи билетов на события культурно-извлекательные. У нас были кассиры, были там концерт.ру, многие другие компании. Мы решили, то, что сам подход к удобству пользователя при подкупке билетов, он страдает. Мы решили сделать классного агрегатора электронных билетов на концерты. Это было действительно здорово. Вот мы так выглядели в 2012 году. Это наш сотрудник в кепке ковбоя. Потому что действительно работа была похожа больше на Rodeo. Было сложно. Мы, понятно, не загадывали в то время, что выйдем за пределы страны и что бизнес действительно достигнет таких больших, на самом деле, объемов, которые сейчас есть. На самом деле, в 2013 году, столкнувшись с проблемами развития именно на уровне агрегатора электронных билетов, мы решили, что нам нужно выбирать некую другую модель. И в тот момент мы, уже имея в первый трекшн, имея определенный уже оборот, нам повезло. Это действительно было везением. Я считаю, это будет правдой. Мы подняли деньги. Деньги подняли немало на тот момент. Там 1-2 миллиона долларов. На самом деле, если говорить про текущий момент, я бы себе те деньги не дал. Это откровенно. И те показатели, на которых нам дали эти 1-2 миллиона долларов, конечно, были в текущем моменте довольно плачевными. Но деньги мы получили. Это позволило нам, на самом деле, доработать модель самого продукта, понять, что сам агрегатор и история, связанная просто с продажей электронных билетов, это слишком мало для того, чтобы быть успешным на этом рынке. Потому что есть большие компании, есть мэйры, которые обладают большими бюджетами, которые могут вкладывать в маркетинг. Мы, к сожалению, такими возможностями не обладали. Но уже обладали количеством денег, чтобы вкладывать в продукт. Поэтому мы решили, что было бы круто сделать платформу, которая позволяла бы организаторам самим удобно, без лишних хлопот, без лишних затрат, управлять своим инвентарем, билетами и продавать их, соответственно, своей аудитории. Мы были первые, соответственно, которые заработал уже до факта ставший стандартом. Наверняка покупаете. Кто покупает билет на концерты? А в театры? В общем, сейчас есть такая штука, называется виджет. Все, наверное, с ней сталкиваются. Многие уже предлагают на рынке, почти все. Так вот, мы были те, кто этот виджет на самом деле сделал мейнстримом и запустил в свое время в качестве одной части нашей платформы. Потом мы сделали предложение для продажи билетов ВКонтакте. Мы сделали вперед большой шаг, предоставив организаторам классный инструмент создания карт-площадок. То есть ты мог сделать это все сам, без привлечения специалистов со стороны билетного какого-то агента. Это было все у нас. Причем до этого мы общались с компанией Eventbrite, это крупнейшая американская компания, которая предоставляет DIY решения для организаторов мероприятий. И у них такого решения еще на том момент не было. Это был 2019 год. В 2014 году мы выручились с небольшим на тот момент успехом. Мы решили, что нам нужно выходить дальше за пределы Петербурга. Выбирали направление движения наших бизнес стремлений. И для себя поняли, что классная модель выбрал для себя Сергей Галецкий со своим магнитом. Что действительно, да, Москва это 30% рынка всего нашего, Петербурга допустим 15, но Питер и остальные регионы это там 70% вместе. Поэтому мы решили, что в 2014 году мы будем масштабироваться в первую очередь в регионы. Это на самом деле дало неплохой для нас результат. Мы действительно очень классно выросли. И на тот момент появилось такое вот, знаете, вот это желание выйти за пределы нашей страны. У нас же получилось в России, получилось выйти в регионы. почему бы нам не попробовать с нашим продуктом выйти на зарубежные рынки. И мы решили, что классным для этого будет попробовать выступить на мероприятии Футорен Сен в Париже. На самом деле наша ошибка была то, что это, конечно, было мероприятие совершенно специфическое для нашей индустрии. Просто было событие, которое организовывалось одним из фондов, который привозил различные проекты в Францию. Каждый год проводит, собирает различные проекты технологические и такого типа саммита по технологиям. Мы приехали, показали свои разработки. Как обычно на конференции подходят, смотрят, говорят, о, да, классно, все очень интересно. Мы подумали, что вот оно, все здорово, мы сейчас будем развиваться в Париже, во Франции и дальше во всех весях необъятной нашей планеты. Но не тут-то было. Мы решили попробовать, как идти. У нас есть, понятно, что деньги, но деньги нужны на то, чтобы содержать команду продуктовую, деньги нужны на то, чтобы содержать команду селзовую в России, потому что остановленных все равно в России. Ты тратишь деньги здесь и нужны деньги на то, чтобы двигаться в международном формате. Мы решили, что возможно будет интересно попробовать идти через агентов. Агент это человек, соответственно, который вроде как работает в индустрии, в которой ты и работаешь тоже, в другой стране, который вроде как ее понимает и, наверное, сможет тебе помочь двигаться на том рынке, на который ты хочешь выйти. Мы для себя посмотрели, что есть действительно высококонкурентные рынки, это рынки англоязычные, есть рынки, на которых работают мэйеры, основные игроки нашего рынка. И, наверное, мы решим для себя пойти туда, где этих мэйеров нет. Мы выбрали для себя Финляндию, потому что она близка к Петербургу и очень комфортно ездить, общаться с потенциальными клиентами. Выбрали для себя Португалию, потому что у меня там был контакт с прошлого проекта, который, к счастью, зафейлился, что дало неплохой для меня опыт понимания, как все-таки закрываются проекты. И Францию, потому что я очень люблю Францию, и делал свои предложения своей жене именно во Франции. Вот, в общем-то, как бы так были выбраны первые рынки для нашей экспансии. Но, конечно же, все это накрылось медным тазом. Все эти агенты, вот то, что я для себя лично понял, что агент, человек, который не заинтересован в развитии бизнеса, как такового, но человек просто момента, он может работать, привлекать клиентов, может не привлекать клиентов. Завтра у него плохое настроение, там, не знаю, самочувствие, все, он для тебя, соответственно, не рабочий совершенно инструмент. И к концу года мы поняли, что, в общем-то, успехов на международном рынке у нас нет. И начали думать, как же можно двигаться дальше. Благо, как раз-таки, опять же, по предыдущему опыту, хоть и негативному бизнесу, у меня был партнер Португалии, человек как раз-таки из сферы, в которой мы работаем, с индустрией и развлечений и спонсоринга. И мы решили, что мы сконцентрируемся, сфокусируемся на одном рынке, на рынке Португалии. Маленькая страна, совершенно шикарная, всем, кстати, советую съездить, действительно, очень здорово. Мы решили сконцентрируемся на ней, потому что Португалия, ее еще называют форточкой в Бразилию, потому что это одна народность, один язык, а в Бразилии рынок действительно большой. Сергей, простите, у вас 5 минут еще. Ага, понял, извиняюсь, такая длинная получилась история. Запустились в Португалии, мы все-таки решили в итоге делать свой офис, дальше у нас из Португалии пошли продажи по Европе клиентам, мы заключили контракт с крупнейшим музыкальным рок-музыкальным фестивалем в мире Rock'n'Rio, это был хорошим шоу-кейсом для нас, чтобы двигаться дальше по продажам. И, на самом деле, пришли к тому, что, опять же, нужны деньги на то, чтобы масштабировать офисы, это дорого, соответственно, или поднимать деньги, тратить на это время, или найти какую-то другую модель. В этот же момент, соответственно, я увидел действительно классный проект Федя Овчинникова, да, масштабируется с помощью франшизы, и мы решили попробовать сделать на нашем линке тоже продуктовую франшизу. И, в общем-то, вполне успешно запустили продуктовую франшизу в мае этого года в Малайзии. Продуктовая франшиза это очень просто, это ты делаешь облако локальное в стране, в которой ты запускаешься, локализуешь, обучаешь команду, команда вкладывает отдельно в селс и маркетинг, и ты, в общем-то, получается, как обычные модели франшизы, получаешь роялти с каждой транзакцией плюс какой-то повышенный износ. И, на самом деле, классно получилось, что мы с помощью контракта с Roken Rio получили еще одного большого партнера, который захотел взять франшизу на рынке Центральной Америки и Южной Америки. То есть у нас получается сейчас в Пайтлайне 8 франшиз, одна, которая уже запущена, которая работает, и свой офис развития масштабирования в Португалии. Наверное. Вот, если говорить про компанию, что мы сейчас представляем сейчас, да, если было там 5 человек и в 2012 году сейчас у нас 45 человек, у нас более 150 миллионов месячного оборота в России, сотни тысяч долларов оборота вне российского рынка, и, в общем-то, у нас 3 продукта, которые мы представляем нашим клиентам. Это платформа как раз таки для управления коммерческой деятельностью, культурно-звлекательных учреждений, там, промоутеров, спортивных команд. Это маркетинговая платформа и платформа выработки данных. И новый наш продукт это биржа данных и спонсорство для брендов и соединения их с аудиториями мероприятий. Вот как работают продукты. Ну и наши планы, соответственно, реализовать план франшиз на 2017 год и проверить определенные наши мысли по гипотезе по штатам. Понимаете, что самый большой рынок и наши новые продукты это нам позволяют сделать. Вот, наверное, все. Спасибо, Сергей. Наш следующий спикер Дмитрий Зарюта, основатель компании Вы вовремя закончили, не переживайте. Основатель компании Изитен. Это портфельная компания фонда развития интернет-инициатив. Дмитрий расскажет о том, есть ли жизнь за пределами США. Видимо, есть. Я с бумажкой. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Зарюта. Я основатель компании Изитен. Собственно, Изитен это мобильное приложение, которое помогает запоминать по 10 иностранных слов в день. Все настолько просто. Больше трех миллионов человек пользуются нашим сервисом и большинство стран языковых направлений мы покрываем. Но так было не всегда. Два года назад мы попали в Accelerator Free и это была такая амбициозная молодая команда со сходящейся экономикой и мелким шрифтом, сходящейся только на бесплатном трафике. Но нас это не особо волновало. Через четыре месяца упорной акселерации мы получили инвестиции, посевные инвестиции от фонда Free и благодаря двум факторам. Первое. За время акселерации нам удалось вырастить свой арпу в четыре раза и таки свести экономику на достаточно большом количестве трафика и зарабатывать. И второе. Нам удалось убедить инвесторов в том, что наш продукт легко масштабируем на иностранной рынке. Убедить-то мы убедили, да, дальше нужно действовать. То есть зачастую то, что ты говоришь инвестору до поднятия денег, это одно, а потом уже с деньгами в руках нужно собственно отвечать за слова и это делать. В нашем случае проблемы не было по одной простой причине. Мы изначально относились к своему продукту и изначально у нас был принцип, что ни одна фича не попадает в изитен, если она нелегком масштабируемая. То есть очень много людей, умников говорили мне, что невозможно учить язык по словам, нужно обязательно давать грамматику. Если бы мы использовали, если бы мы добавляли грамматику, то мы бы до сих пор скорее всего рынок за рынком долго и дорого масштабировались бы, переводя ее и эти курсы на другие языки. Очень много пользователей просил у нас, например, о изучении китайского языка. Но мы тоже не стали это сделать, мы не стали это исследовать, потому что это другая механика, это другие… то есть мы просто-напросто погрязли в разработке. Соответственно, не имея проблем с локализацией, мы смогли перевести сервис на 12 языков и покрыть 70 языковых направлений всего менее чем за миллион рублей. То есть это достаточно беспрецедентно для language learning service. Это поставило нас в выгодную позицию по сравнению с большинством наших конкурентов. Собственно, когда мы отмасштабировались, становится следующий вопрос. А как же дальше маркетироваться? И обычно у команд появляется соблазн. Мы масштабны, мы локализованы, нужно вливать деньги в маркетинг, нужно разжигать костер, скажем так, ими. Но мы этого тоже делать не стали. Что мы сделали? Мы затаились. То есть в течение месяца мы не вели никакого маркетинга и просто-напросто смотрели на цифры. Потому что, кто знаком с мобайлом, знает, что если вложиться по времени в ASO, то есть App Store Optimization, то можно получать достаточное количество трафика, то есть новых установок и на основе них понимать, как ведут себя пользователи. Мы смотрели, как долго они задерживаются, сколько они платят, как они учат и так далее. И на основе этих данных обнаружили, что активность пользователей больше всего в Бразилии, причем она была больше, чем даже в России. После этого мы достаточно безопасно выходили туда маркетинговыми бюджетами и через два месяца вышли в плюс уже на этом рынке. Причем сейчас Бразилия занимает 30% нашей выручки и после нее идут такие стран, как Франция, Испания, Португалия и Германия. Но заметьте, что среди этих стран нет США. Казалось бы, рынок действительно очень большой, для мобайла это самый крупный рынок в мире, но тем не менее аудитория не наша, потому что хоть рынок крупный, но изучение языка в Америке, изучение английского языка и в Америке не так уж популярно, а изучение испанского языка и достаточно нишевая история. Какой вывод мы сделали из этой истории? Что есть на самом деле два пути масштабирования и нахождения продукт-маркет-фита. Первый способ это когда вы выбираете некую аудиторию, некий рынок и делаете под нее продукт. Это достаточно долго и дорого. Что же мы сделали? Мы сделали продукт, отмасштабировали его под большинство возможных аудиторий и смотрели, а кто же в итоге отреагирует. Это гораздо дешевле и по сути проще. То есть вместо того, чтобы пилить продукт под воображаемого вами пользователя идеального, пилить его долго и потом терпеть неудачу, гораздо лучше максимально рано или максимально широко выложить продукт и ждать, кому же он понравится, кто же тот самый ваш пользователь, которому вы создали ценность. Соответственно, эти принципы по масштабированию и по созданию продукта мы применяли всю историю, когда мы делали Easy 10, то есть начиная с первой версии, такой желтенькой, китайской, до современной, которая стоит на четвертом месте сейчас и продолжаем это делать, выпуская новые продукты как Upmind и то, что будет совершенно скоро, но пока сюрприз. Так что все наблюдаем за Upstack Store. Спасибо. Дмитрий, спасибо. Это было очень кратко. Следующий спикер у нас, я напомню, что поскольку есть время, что у нас поменялся тайминг спикеров в связи с болезнью одного из них, и у нас нашлась оперативно и, на мой взгляд, достойная замена последнему, точнее, заболевшему спикеру, это Георгий Микаберидзе, основатель Хилби, и он в 17.45, то есть в последнем слоте, расскажет о том, как собирать деньги через краудфандинг и в том числе, как это делать в США. Собственно, наш следующий спикер это Михаил Марченко, Михаил основатель StickyRite, и он расскажет о том, как нанимать сотрудников за рубежом, какие есть подводные камни. Пожалуйста, Михаил. Спасибо. Добрый день всем. История будет… Я слышал, что в начале конференции многие рассказывали, как все здорово и как просто за пределами России. Я, наверное, расскажу скорее, какие сложности подстерегают, потому что далеко не все так просто, как кажется, сидя тут в Москве или в Питере. Два слова про нас. Что такое StickyRite? StickyRite – это мобильная платформа, которая объединяет водителей и бренды, которые хотят рекламироваться. Ну, наверняка вы видели в Москве и в Питере машины с наклейками, с отрядом самоубийц, с железным человеком, с бинбанком, с лукойлом Genesis недавно. Это все делаем мы. Компанию мы сделали три года назад, и она работала только в России до недавнего времени. И в этом году мы вышли в Англию и в Штаты. Я как раз расскажу, каким образом мы это делали. Сразу оговорюсь, что там те вещи, те наблюдения, которые здесь представлены, они скорее работают для B2B бизнеса, и у B2C бизнеса, может быть, немножко все по-другому. Так что, если вы именно в этом сегменте, то преломляйте наш опыт на свою реальность. А когда мы выходили на эти рынки, нам нужно было, разумеется, понять, каким образом мы там будем продавать наш продукт и как нам найти нашу команду. И первый вопрос, на который мы себе задавали и отвечали, нам нужно найти отдельно кантри-директора или SEO этой страны и отдельно главу продаж, либо это должен быть один человек. Дилемма очень, на самом деле, простая. для формулирования, но довольно сложная для ответа на нее, потому что всегда хочется сэкономить, да, и в одном флаконе получить сразу двух людей. Но это, с другой стороны, может потом привести к тому, что этот человек будет тратить еще много времени на не свойственные для него задачи и не будет тратить столько времени, сколько он мог бы тратить на прямые продажи. Ну и вторая история такая, что часто говорят, что продажники, бывшие там главы продаж, это самые плохие SEO. Но опять же, смотря для какого бизнеса, наверное, но в этом есть отчасти правда. Мы решили пойти все-таки по пути экономии и стали искать локальных SEO, которые до этого были крутыми продажниками. То есть вот как бы этот опыт их капитализировать и на них выстраивать команду. Следующая, собственно говоря, дилемма, каким образом их искать? Ну, три пути самые очевидные. Нанять рекрутеров, искать это через какую-то свою сеть контактов и личных знакомых, либо онлайн ресурсы. Забегая вперед, сразу скажу, что на самом деле мы в итоге использовали все три, канала, и распределение кандидатов по каждому каналу примерно такое. Порядка 30% всего кандидатов, я говорю про хороших кандидатов, не про абсолютное количество, те, которые там кажутся релевантными, приходят через рекрутеров, а порядка 20% приходят через личные контакты, и половина приходит через онлайн ресурсы. На самом деле онлайн ресурсы это очень простой и дешевый способ найти нужного вам человека. У каждого этого канала есть свои особенности. Если мы говорим про рекрутеров, здесь возникает дилемма, либо брать какое-то большое агентство, но тогда, скорее всего, у него не будет очень хорошей специализации в вашем сегменте, либо брать какой-то бутик, но тогда вряд ли вы получите большое количество кандидатов оттуда, просто нет такого объема. Про персональные контакты все очень просто. Вообще не стесняйтесь рассказывать всем, что вы истит человека. Всем, с кем вы общаетесь, даже если вам кажется, что этот человек нерелевантен для вашего бизнеса, для страны, в которую вы хотите выйти, вы никогда не знаете, кого знает он и кому он через месяц про это расскажет. Возможно, совершенно невероятные истории, когда через каналы, которых мы не ожидали, к нам приходили люди, которые были очень полезны и релевантны. Про онлайн ресурсы все очень просто. Существует несколько слайдов, несколько сайтов вы их видите. Самое известное, это понятно, LinkedIn. Второе, наверное, по объему, это Angel.com, где вы можете зарегистрировать свою компанию, совершенно бесплатно разместить заявку о том, что вы ищете одного или второго человека, и к вам начнут поступать сотни e-mail'ов от потенциальных кандидатов. Ну, сотни реально, то есть в месяц, даже, наверное, больше, чем сотни о них может прийти. Большинство из них будут нерелевантны, но из этой сотни одного-двоих очень правильных можно найти. И самое главное, что это бесплатный способ, он совсем бесплатный. Если на LinkedIn вам нужно за премиальный аккаунт какие-то деньги заплатить, порядка 150 долларов, то этот канал совсем бесплатный. Отдельно хочу сказать про LinkedIn, который сейчас в нашей стране официально заблокирован. до того, как я не попробовал через него искать людей, мне казалось, что это вообще бесполезная соцсеть для бизнес-контактов. Да, у меня там был давно аккаунт, в котором было сколько-то тысяч знакомых, но я его серьезно не воспринимал и заходил туда раз в месяц. Как только я попытался искать людей через него, я понял, что на самом деле это очень сильный и правильный инструмент, который позволяет, в отличие от всех остальных, оценить весь рынок целиком. То есть, допустим, если вы ищете директора по продажам в рекламный проект, то через LinkedIn вы можете очень легко познакомиться с топовыми людьми в рекламных агентствах и можете познакомиться с топовыми людьми, которые работают у конкурентов. И пообщаться с ними на самом деле тоже не сложно. И за счет того, что вы смотрите на все это вместе взятое, вы можете сделать гораздо более качественные выводы о тех людях, которые к вам придут. То есть вы про ситуацию на рынке узнаете из разных независимых друг от друга и незаинтересованных источников, что само по себе очень ценно. Ну и про цену я уже начал говорить. Онлайн ресурсы, окей, 200 долларов это максимум, что вы на это потратите. Персональный контакт это вообще бесплатно. Рекрутеры, если вы ищете топовых людей, ну заплатят от 50 до 100 тысяч долларов. То есть как бы по цене этих каналов на выходе все как бы очень просто. Моя рекомендация это персональные контакты, онлайн ресурсы. Рекрутеров мы попробовали и перестали в других регионах уже использовать. Про кандидатов. Вторая сложность, с которой придется столкнуться. Ну можно конечно поехать в Лос-Анджелес или в Нью-Йорк, где вы там их отсобеседуете, но тогда там придется провести просто очень много времени, месяц, а то и полтора, потому что поток их будет неравномерный и сидеть, ждать и со всеми вживую встречаться, сидя на месте, ну просто там достаточно большая трата времени и ресурсов. Поэтому нужно быть готовым, что первые встречи и беседы вы с ними проведете банально через скайп. И это накладывает несколько особенностей на общение, потому что, наверное, многие из нас обладают хорошей способностью распознавать человека, общаться с ним, что-то про него узнавать и создавать свое квалифицированное впечатление при личной беседе. Через скайп или через телефон, даже с видеосвязью, все совсем по-другому. То есть вот эти вот привычные рамки, которые вы уже выработали при живом общении с людьми, они другие. И оценить кандидата, общавшись с ним в скайпе, его качество, гораздо сложнее. Поэтому здесь нужно смотреть на те шаги, которые он сделал в вашу сторону, насколько он заинтересован, насколько он профессионален. И здесь, наверное, работают три основные вещи. Во-первых, профессиональные кандидаты, они про вас перед интервью что-то прочитают. Не, найдутся те, которые ничего не прочитают, но, скорее всего, они вам не подходят. И чем больше человек про вас прочитал, и чем больше вопросов у него возникло, это как бы галочка номер один, что это возможно для вас правильный кандидат. Второе, понятно, это история того, насколько хорошо они себя продают. Ну, это основная история для квалифицированного продажника, которого мы искали. Но, опять же, мне кажется, для любого бизнеса применимо. И эту вещь через скайп-интервью, наверное, можно оценить. И третья вещь, которая также на самом деле важна, хотя кажется, там даже для поиска топ-менеджеров немножко неуместная, на самом деле уместная, и все лучшие люди, с которыми мы общались, они на это соглашаются. Это запрос с вашей стороны о том, чтобы они что-то для вас сделали. Либо какую-то подумали над каким-то, над выводом продукта, на тот рынок, какие бы они шаги сделали. Что-то подумали про сегмент рынка, на который вы выходите, про его емкость, какие там игроки. В каждой конкретной ситуации свои примеры, но хорошие кандидаты, как правило, на это откликаются абсолютно нормально. Если на такой вопрос вам говорят, что нет, я не буду этого делать, потому что вы меня еще не наняли на работу, скорее всего, это не ваш человек, и дальше эта проблема только мультиплицируется, когда он будет сидеть от вас далеко, и вы не сможете им управлять. Эффективно. Следующая вещь. Эта вещь специфична для российского стартапа, который выходит в Англию или в Штаты. Понятно, что сейчас это все еще усугублено текущей политической ситуацией, но что бы нам ни говорили, санкции и подогреваемый конфликт в СМИ с обоих сторон, он ничего хорошего не делает. То есть, как бы отношение к русским в Штатах за пределами долины, оно не очень хорошее. В долине более-менее, в Лос-Анджелесе, например, скорее негатив, чем позитив. И нанять хорошего, качественного человека в стартап российский, который выходит на американский рынок, это сам по себе очень сложный процесс, и кандидаты будут бояться. если у них есть какая-то сейчас существующая работа, и они крутые, они одни из самых лучших в своей индустрии, убедить их, что они должны с этого места уйти и присоединиться к компании, которая ничего не сделала еще в Штатах, еще и русская, это очень тяжело. И вот этот страх, его нужно преодолеть. Понятное дело, что универсального рецепта нет, но вы должны быть готовы, что хорошие люди будут бояться к вам прийти. Для этого как раз существует второй bullet point. Нужно продавать свой успех. Что это означает? Это означает, что не только вы его выбираете, на самом деле они должны вас тоже выбирать. И если вы не можете его заинтересовать своим продуктом и дать ему поверить то, что он сможет быть успешным и выйдет на какой-то новый уровень, вы его, скорее всего, не сможете привлечь и этот страх развеять. То есть, как бы, в этой беседе будет обоюдная продажа. И, возможно, в случае российского стартапа в Штатах, с вашей стороны эта продажа должна быть более сильной и настойчивой, чем со стороны хорошего кандидата там. И последняя, третья вещь, она очень важная. Хорошие люди к вам не перейдут просто на такие же условия. Потому что, опять же, вы русский стартап и слишком много неопределенностей. Поэтому вам придется либо там ему платить сильно больше рынка, что на самом деле далеко не здорово, либо вам нужно найти реальную причину для него присоединиться к вам. А для этого нужно эту причину найти, что, опять же, довольно тяжело сделать при там коротком общении и, конечно, там закрывать и жать по рукам. Уже нужно прилетая туда и общаясь с этим человеком с глазу на глаз и, возможно, даже не один раз. И здесь важно найти для него его, ну, я не хочу называть это морковку, но что-то в виде долгосрочной цели не обязательно денежной, даже скорее не денежной, и не эквити, не опционы, а что-то такое, о чем он мечтал в идеале с детства, но на том месте, на котором он работает, он, скорее всего, не сможет этого достичь. Я могу привести пример. С нашим кандидатом это была история, что он хотел попасть на обложку Wall Street Journal. И он был очень успешный в своих продажах, он там генерировал оборот в 20 миллионов долларов, но понятно, что работая там в той компании, в которой он работал, он бы туда никогда не попал, потому что, ну, людей, которые занимаются там примерно тем же самым продажей билбордов, их там много по Штатах, их не печатают в Wall Street Journal. А нам удалось ему продать историю о том, что, слушай, ты придешь, ты будешь заниматься вещью, которой никто больше в мире, кроме тебя, ну, кроме нашей компании не делает, и ты будешь иметь реальную возможность, если ты будешь успешным и будешь также лучшим из лучших в своей отрасли, быть хедлайнером в различных новостных публикациях, в том числе, там, рано или поздно попасть в этот Wall Street Journal, если у тебя такая мечта. Ну, это пример, у каждого она своя, и важно, как бы, осознать то, что реально важно человеку, с которым вы общаетесь, и наложить это на то, что вы можете ему предложить. Если это наложение найдет какое-то пересечение, вы сможете его получить. Это окончание моего рассказа. И маленькую ремарку хочу еще сделать по поводу других стран. Англия, Россия, Штаты и Франция обладают, ну, те страны, в которых мы работаем, обладают совершенно разным менталитетом. Причем этот менталитет, он между ними самими тоже не похожий. То есть Россия очень сильно отличается от Штатов и по людям. Штаты очень сильно отличаются от Англии. Англия очень сильно отличается от Франции, которая, в свою очередь, опять отличается от России. И там шаблоны, которые вы будете использовать, их тоже нужно адаптировать. И нужно адаптировать и как бы ту подачу своего успеха, который вы для них будете делать. И нужно адаптировать их там компенсационные пакеты и какие-то дополнительные бенефиты, которые специфичны для их страны. И вам нужно перед тем, как вы начнете это делать, на самом деле сделать большую домашнюю работу, изучив каждый из этих рынков, что для них является нормальным, что экстра, что супер. И эта комбинация в каждой стране может быть совершенно разной и неожиданной для вас. Вот, собственно, все. Спасибо, Михаил. Наш следующий спикер Константин Дубинин, основатель Countbox. Константин расскажет о Customer Journey, путешествия покупателей, о том, как помочь покупателю совершить покупку. Пожалуйста, вам слово. Отлично. Привет, Москва! And our international guests. So, sorry. Я сегодня не буду рассказывать про себя. Я сегодня не буду рассказывать вам про мои приключения за границей, но быстрое овервью. Я, в принципе, имею опыт, и последний год я как раз потратил на то, что работал в Штатах, работал в Европе. И сегодня я буду говорить для вас про B2B рынок. Это не B2C. Вот я благодарен предыдущим спикерам, которые сказали, что можно их B2B опыт переносить на B2C опыт. То, что я расскажу, не факт, что можно перенести. Но когда я общался с инвесторами, я тоже являюсь в какой-то степени стартапом, я общался сегодня с фондами, с представителями фондов, и они мне говорили, первый, самый главный вопрос. Константин, как насчет твоей revenue? Как насчет твоей выручки? И на самом деле, когда вы идете за границу, самое важное, то есть, что ваша кровь, что кровь вашей компании? Кровь вашей компании это только деньги, которые поступают в вашу компанию. Поэтому сегодня я расскажу про продажи, потому что, по большому счету, продажи примерно такие же, но с акцентом, с американским, с английским, с ирландским акцентом. И сегодня я расскажу, что изменилось в принципе в мире продаж, покупок, как ведут себя ваши покупатели, которые покупают ваши товары, и что с этим делать. Но перед этим я расскажу короткую историю. Я встретил Леху сегодня, моего старого приятеля. Леха здесь. Леха, привет. Что мне сказал Леха? Я сейчас включу следующий слайд. Вот, отлично. Леха мне сказал, Константин, я полтора года или два года вкалывал, чтобы продавать мой продукт. Я фигачил соцсети. Я делал рекламу, я делал сайты, я старался, я старался продавать в России, я старался продавать за границей. Я говорю, и, Леха, что? Он такой, в этом августе я просто на все забил. Ну, так это было. Да, он перестал напрягаться, но что случилось? Давайте вот на августе Лехином поставим точку и акцентируем внимание на том, вот на этих слайдах. Что произошло? На самом деле, Леха просто изменил подход к продажам. На самом деле, это произошло именно так. То есть он по большому счету изменил бизнес-модель и подход. И вот если вы внимательно посмотрите на слайд, то вы увидите, что сейчас наступила эпоха, не когда продавец продает, а когда покупатель покупает. Это очень важно понять. Другими словами, если вы посмотрите вот на этот Bars Journey, то есть какие стадии проходит ваш покупатель перед тем, как купить, вы увидите, что он, покупатель, связывается с поставщиком, с вами, с нами, со мной, уже на стадии, когда наступает время связаться с поставщиком потенциальным. Это про B2B. И логика заключается в том, что вы, как продавцы, как производители, разработчики технологий, должны вашему покупателю предоставить так много информации о себе, которые по большому счету позволят покупателю практически уже принять решение работать с вами. То есть вы должны рассказать рекомендательные письма, какие у вас есть, про ваш бэкграунд, про ваш опыт, про клиентов, с которыми вы работаете, про рынок. Вы должны по большому счету через социальные сети, через ваш веб-сайт, через профиль на фейсбуке предоставить так много информации, чтобы клиент уже был готов у вас купить. И только в этом случае, глядя вот на этот простой тупой слайд, можно понять, что только в этом случае с вами вообще в принципе свяжутся. Потому что, знаете, есть такая история, у меня такой короткий пример о себе. Я нанял очень крутого Digital Marketing Director в Чикаго, это очень крутой был чувак, и он мне сделал веб-сайт, на котором положил одну картинку и написал два слова на каждой страничке. И типа у него была такая подача, а мы делаем сайт как Циско, как Хьюлит Паккарт, потому что типа американского клиента надо слегка зацепить, возбудить в нем интерес, и потом он будет к вам обращаться. Конверсия была близка к нулю. И когда мы начали перестраивать, когда в принципе начали наполнять контентом, когда осознали, как покупатель покупает, на это реально я потратил практически год, тогда мы начали генерировать первые лиды, тогда мы предоставили покупателю так много информации, чтобы в принципе он решил уже с нами работать, но как минимум предложить нам поучаствовать в тендере. Это очень важно. И поэтому это случилось для Лехи с его продуктом. Как понять, что происходит с вашими покупателями? Отлично, у меня колонки есть. То есть, другими словами, у покупателя есть несколько стадий. Я сделал на английском, но я думаю, что все понимают. Спасибо. Если, например, у клиента статус-кво, это говорит о том, что вы пытаетесь делать, не знаю, колд-кол, вы пытаетесь ему продать, вы ему звоните, пишите письма, но что он вам говорит? Нам это не нужно, что ты делаешь. Даже если вы делаете потрясающие вещи, эти вещи действительно приносят какой-то профит, прибыль, но они приносят это в ваших головах. Клиент говорит, мне это не надо, я это не ищу, я к этому не готов. Другими словами, нет в компании вашем покупателе человека, который является спонсором, который является драйвером и который говорит, давайте это купим, давайте это запустим. Это важно понимать. Есть вторая стадия, когда клиент находится на стадии strategy. Другими словами, это клиент, который внутри в их компании, в компании вашего клиента уже есть человек, который пушит внутри их компании, что им нужно что-то купить. они примерно понимают бюджет, они уже в принципе готовы использовать что-то, чтобы улучшить какие-то их качественные и количественные показатели. Есть стадия solution. Стадия solution, это очень интересно, когда вот, например, кто является конкурентом спортивного зала, там, спортклуба, фитнес-центра. Все, я думаю, знают в этом зале этот пример, что конкурентом прямым является городской парк. Это не очевидно, но когда клиент ищет какое-то решение, это вот как раз стадия solution, он может рассматривать не только вас как поставщика чего-то, он еще рассматривает, не знаю, там, фитнес-клуб, он рассматривает лес, он рассматривает городской парк, но он уже понимает, что у него есть проблема и он готов ее решать. Есть следующая стадия, конкретно стадия выбора поставщика, supplier. Что это такое? Это когда в принципе с технологией определились, вот, например, я хочу пойти в спортзал, эй, погнали, все, я понял, что мне не годится городской парк, но мне нужен спортзал, тогда я уже как покупатель, как потребитель ищу среди спортзалов свой спортзал. Вот если ваш клиент определил, что в принципе ваш продукт попадает в его поле, вот примерно на этой стадии клиенты с вами будут связываться и приглашать, запрашивать информацию, запрашивать коммерческие предложения и так далее, и так далее. И еще есть последняя стадия, когда у клиента уже была имплементирована, использована им какая-то интересная история, как та, которую можете делать вы, может быть, вы являете конкурентом тому, что он уже использует, и он уже имеет опыт, он уже знает, как это работает, и он просто ищет какую-то альтернативу, лучше, дешевле, либо лучше по качеству, либо которая может принести больше для него результатов. На самом деле, проводя такую параллель, здесь очень легко понять, что пробить первую стадию, статус-кво, ну, практически невозможно. Ты тратишь очень-очень много времени, потому что на отношения с нуля могут уйти, не знаю, в случае работы с корпорастами это уходит там год-два, там у кого-то три, это вообще нормально, у кого-то полгода. Но, когда ты понимаешь вот это, и, например, есть какой-то дедлайн, тебе нужны уже продажи, тебе уже нужны деньги, все отлично, все хорошо, ты берешь просто список своих клиентов, потенциальных клиентов, с кем ты вообще общаешься, и анализируешь, в каком статусе, в каком положении находится вот сейчас твой клиент. И в зависимости от того, на какой стадии находится клиент, мы берем и кладем его на ваш revenue track. Что такое revenue track? Это в принципе путь, по которому проходит ваша продажа. Это вот примерно как в России, только на Западе, в Штатах, в Европе, то же самое, только с акцентом, с английским. Другими словами, вам нужно сконтактировать с кем-то, вам нужно сгенерировать лиды, вам нужно провести встречи, рассказать, как это работает, выяснить, что нужно человеку, это engage stage. Потом, вам нужно сделать коммерческое предложение proposal. Это стадия win. И самое интересное, вот я встречал много русскоговорящих людей, много русскоговорящих бизнесменов, и моя кручина в том, что не все русские, к сожалению, ну под русскими я понимаю, русскоговорящие комьюнити в принципе в мире, понимают, что самые классные деньги делаются вот на стадии роста. Когда ты сделал первую сделку, гораздо проще работать с твоими текущими клиентами, делать им апсейл. Другими словами, у вас есть какой-то продукт, но потом вы внутри этого продукта можете ему что-то допродавать. И это потрясающе. Вот она стадия заработка денег. Не первая продажа. Другими словами, я сверху здесь еще разместил истории по статусам клиентов. Что с этим делать? Я не думаю, что кто-то будет спорить, что, например, человека, который уже встретил успех с подобным вашему продукту, ему нужно объяснять, что вы делаете. Да он все уже знает. Вы просто кладете его в правильное место на треке, вы осознаете, сколько вам по вашему циклу продаж требуется времени, чтобы получить деньги. Первые, вторые, пятые и так далее. На самом деле, вот к этой схеме есть еще детализация. И в принципе, не надо по большому счету смотреть на эту схему, как на что-то такое огромное, грандиозное, это просто по шагам расписанная схема, как работают продажи. И если у вас есть болевая точка, если, например, кто-то из вас не умеет генерировать лиды, кто-то не может добывать новые контакты, не надо работать над всей схемой. Берите кусок, который отвечает за генерацию лидов, работайте над этим. Если у вас лидов полно, и у вас полно запросов, может, такие реально кейсы есть, что можно сделать? Смотрите и усиливайте вашу болевую точку, например, подготовки коммерческого предложения. Либо апсейл, потому что вы можете что-то понапродавать. Тут вот Леха ушел, но у него продукт, который ты его просто продал. А дальше что? Где ваш масли с апкрипшн фи? Как вы зарабатываете вашу кровь? За счет чего живет ваша компания? Спасибо, Москва. Мои контакты здесь. Константин, спасибо. Спасибо, что так подробно рассмотрели один из аспектов стратегического маркетинга. Это работа с рынком. Наш следующий спикер будет говорить про hardware. Сергей Климентьев, основатель стартапа Textel. Также Сергей занимается бизнес-девелопментом. Сергей расскажет. Сергея очень поэтично звучит тема, поэтому я ее зачитаю дословно. Балерина и 3D-сканер. Как масштабировать hardware-бизнес? Это предпоследний спикер. Извиняюсь, что перебиваю. Мы чуть-чуть опережаем тайминг, поэтому я перестала прерывать наших гостей. И после Сергея у нас будет оперативная замена заболевшего Дмитрия Степаненко Георгий Меккаберидзе. Я на всякий случай напоминаю тем, кто не слышал. Сергей, извиняюсь. Ничего страшного. Всем привет. Меня зовут Сергей Климентьев. Я сооснователь компании Textel. И сегодня я хотел бы сделать эту сессию немного интерактивной. Не думаю, что ее будут показывать по телевизору, поэтому чтобы для всех она была полезна. И вначале я хотел бы понять свою аудиторию, чтобы сделать это наиболее интересным для вас. Скажите, пожалуйста, кто является стартапом в какой-то степени. Поднимите руки, пожалуйста. Подержите пока. Подождите, подержите. Соответственно, кто привлек инвестиции? Оставьте руки, пожалуйста. У кого есть продукт, который приносит гарантированную ревеню? И, собственно, кто уже кэш-позитив? То есть у кого уже прям прибыль? Отлично. Вот есть прибыль. Кто поднял руку последнюю, можете в фонд развития интернет-инициатив подойти, пообщаться. Да, вы все, кто оставил руку, на самом деле тоже могли быть на этой сцене, потому что это очень такая непростая дорога. Я вот расскажу, как мы до нее дошли. Мы, собственно, привлекли инвестиции. Вот только не знаю, презентация у меня есть? А, вот она. А у меня экрана нет, да, здесь? А, вот она. Соответственно, вот что мы сделали. Это такая большая железная штука, которая вращается вокруг человека и получает его 3D-модель. Это самый быстрый, самый технологичный 3D-сканер в мире. Вот звучит очень громко, но после нескольких работ на этом рынке это действительно так. И я, собственно, постараюсь вам сегодня рассказать о том, как нам удалось это сделать, как мы выстроили свои продажи, своих дистрибьюторов. И если у вас появляются сразу какие-то вопросы, вы просто поднимаете руку, я там буду отвечать. Если у вас есть какие-то комментарии, с чем-то не согласны, пожалуйста, это интерактивная сессия. Соответственно, что это такое, что мы делаем, чтобы вам было понятно, как мы к этому пришли. это история, это история, которая покупается клиентами в основных трех направлениях. Сейчас вам покажу, в каких. Это цифровая примерочная. Здесь у нас уже есть очень интересный проект с мега торговыми центрами. Когда человек заходит в торговый центр, система получает его обмеры тела, и через минуту на мобильном телефоне у него персональная рекомендация с его типом тела, с его размерами, с его предпочтениями в стиле и ограничениями по бюджету представлена одежда в этом торговом центре. Соответственно, вы можете легко пройти и выбрать из того, что вам нравится. Второе направление – это маркетинг. Это, собственно, промо-акции, так называемая BTL-активность, когда вам нужно активировать аудиторию, и вы хотите это сделать наиболее запоминающимся образом. Вы презентуете новый продукт, вы обращаетесь к маркетинговому агенту или какой-то компании, и она делает вам акции. Вот у нас, собственно, очень есть интересные акции, когда мы анимируем людей, то есть мы сразу накладываем анимированный скелет на 3D-модель человека, и он становится героем рекламы, какого-то анимированного мультика и так далее. Это вот очень сейчас интересное направление, которое активно развивается. И последний рынок, о котором, наверное, большинство слышало, это 3D-печать фигурок, то есть такие 3D-фотографии, которые можно поставить на стол и посмотреть со всех сторон, и они не будут одинаковыми. Соответственно, мы развивались за год достаточно просто. У нас было два канала продаж, таких самых активных. Это мероприятия, которые, собственно, помогали нам показывать продукт, показывать людям, что это такое. Отсюда, на самом деле, у нас идет порядка 50% продаж, и это очень важно. То есть если вы делаете какой-то продукт, вот мы делаем B2B, поэтому мы там появляемся на правильных мероприятиях, важных для нас. Если вы там делаете B2C продукт, то, соответственно, у вас там будут мероприятия подстраиваться под то, что вы делаете. И онлайн-канал, когда у вас, естественно, есть присутствие, и вы через него получаете там лиды, с которыми дальше работаете. Это два основных таких самых простых канала, которые там каждый могут использовать. И, собственно, они были нами использованы до выстраивания мировой сети дистрибьюторов, которые, собственно, каждый знает продукт, оперирует в своей локации, у него есть либо эксклюзивность, либо эксклюзивности нет, и, собственно, совершает всю самую сложную работу за нас. Нам остается только настраивать цикл производства. Соответственно, вот эти вот продукты, о которых я рассказал, они являются таким неким совмещением софта и железа. И если вот кто-то железные продукты здесь делает, поднимите руки. Есть железные продукты. Отлично. А кто софт делает? А, ну, понятно. Примерно те же самые люди. Соответственно, вот все это направление, его можно разбить на такие основные части, о которых я рассказал, и, собственно, успешно развиваться. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели бы чем-то поделиться или рассказать, то я готов ответить. Если нет, то, в принципе, на этом моя презентация закончена. Просто можно дальше продолжать. Спасибо, Сергей. Совсем рано заканчиваем. И тогда у нас очень много времени для последнего спикера Георгия Микаберидзе, основатель HillBee. Георгий расскажет про краудфандинг и в том числе про краудфандинг США. А после я расскажу, на скольке будет работать площадка. Добрый день, коллеги. Я пришел, как вроде как участником, оказался спикером, поэтому не судите строго, если периодически буду зависать и вспоминать, как это было. Собственно, что мы сделали? Мы делали где-то два с половиной года назад краудфандинг на американской платформе Indiegogo с продуктом HillBee GoBee. Это браслет, который автоматически считает входящие калории, меряет пульс, давление, обезвоженство организма, фазы сна, уровень стресса. Мы собрали 1,1 миллион долларов. Даже на текущий момент это пока номер один результат в России из российских компаний. Собственно, я чуть-чуть поделюсь опытом, как мы это сделали, что было удачно, что неудачно. Ну и чтобы, на самом деле, в следующий раз, когда будем делать краудфандинг, то я бы рекомендовал либо делать, либо не делать. Так, есть, работает. Несколько слов о самом краудфандинге. Собственно, краудфандинг появился, на самом деле, давно. И такие известные люди, как Бетховен, Моцарт, Марк Твен использовали его для финансирования своих работ. Поэтому краудфандинг насчитывает уже больше 200 лет. Очень важная составляющая краудфандинга – это использование социальных медиа. По сути дела, именно они создают ту вирусную историю, которая приводит к успеху краудфандинговых проектов. Ну вот есть такая статистика, что если у вас есть 10 друзей в Facebook, то у вас всего 9% шансов на то, что вы соберете деньги. Если же у вас тысяча и больше друзей, эта вероятность вырастает до 40%. С точки зрения денег, то на краудфандинге доступны большие деньги. В 2014 году, например, на краудфандинге подняли 6 миллиардов долларов. Если помните, по-моему, это было год или полтора назад, когда у Греции был дефолт, то один молодой человек из Великобритании решил собрать сумму в 3 миллиарда евро за неделю, чтобы погасить эту задолженность. На самом деле, если бы это случилось, это был бы исторический момент с точки зрения глобального сбора денег в помощь как бы одной стране. На самом деле, там еще если было посмотреть на тренд, с которой проект собирал деньги, то были даже все шансы, что проект соберет деньги. Там площадка упала на 3 дня из-за количества людей, которые заходили и покупали эти перки. В принципе, есть две основные площадки глобальные. Это Kickstarter и IndieGoGo. Более популярный Kickstarter, менее популярный IndieGoGo. На них вот проектов, собравшие больше миллиона долларов, там с каждым годом все растет и количество увеличивается. Собственно, какие выгоды для краудфандинга для самих проектов? В первую очередь, это обеспечивает приток денежных средств в проект, а при этом площадки не забирают никакой доли в капитале. Второе, это для инвесторов, для всех, кто вкладывался в проект, это свое родное такое хитжирование рисков, потому что она позволяет определить, насколько продукт востребован рынком и насколько он вообще востребован разными сегментами, скажем, рынка. То есть это с точки зрения маркетинга, пиар, насколько пресс на него хорошо реагирует, насколько инвестор на него хорошо реагирует, насколько дистрибутор на него хорошо реагирует. Ну и, естественно, как бы пользователи. Второе, это очень важный момент, это он обеспечивает обратную связь со стороны пользователя. То есть вы, по сути дела, сказав о своей идее, получаете огромное количество вопросов. Мы за свою компанию в 42 недели получили около 600 вопросов от пользователей. Те, на которые мы даже не могли и не представляли, что такие вопросы в принципе возникнут. И они пошли в основу той информации, которую мы потом уже положили на сайт во время основного запуска продуктов. Второе. Краудфандинг позволяет проверить эластичность по цене, потому что стоимость перков растет в течение времени. И вы можете смотреть, насколько падает спрос при переходе с одной цены на другую. Третье. Это, конечно, бесплатный пиар. Он условный бесплатный, потому что все равно приходится инвестировать и в маркетинг, и в пиар. Но это пиар, который стоит гораздо меньших денег, чем запуск продукта. Потому что все крупные издания, все крупные медиапроекты, они подписаны на краудфандинговой площадке. Они смотрят, какие проекты запускаются и как они взлетают. То есть если проект преодолевает какую-то определенную отметку, там быстро за несколько дней набирает какую-то большую сумму, например, больше 100 тысяч долларов, про него уже начинает писать огромное количество медиа. Потому что это новостной интересный контент. Для проекта это очень хорошая возможность предпродать продукт, то есть сформировать какой-то заказ для производства с учетом того, что там, например, если первый производственный парт, например, там 3000 штук, то краудфандинг может дать еще 3000 штук, тем самым, по сути дела, снизить стоимость на одну единицу продукции при запуске. Ну и в принципе, хорошая и успешная компания дает привлечение инвестиций. То, что инвесторы тоже интересуются, видят, что проект взлетает, естественно, пишут там, парни, как бы вам деньги не нужны. То есть в нашем случае мы просто отвечали на вопросы пользователей, ездили между от инвестора к инвестору во время краудфандинговой компании. И, естественно, можно найти крупных ритейлеров-дистрибуторов. Более того, ритейлеры сами иногда покупают устройства на краудфандинге, потом как бы долго ругаются, что происходит задержка, конечно же, но они понимают, что такой низкой цены потом уже в ритейлер не будет. То есть они хотят заработать дополнительную маржинальность тем самым. Несколько слов про основные площадки. То есть первая площадка – это Kickstarter. На ней она основа была в 2009 году. Через нее привлекли больше 2 миллиардов долларов. Для понимания, одновременно на площадках идет примерно 5-7 тысяч компаний. То есть вы когда запускаете, вы должны понимать, что такое большое количество проектов одновременно пытаются собрать деньги. Есть ограничения на Kickstarter, что там только люди с определенным паспортом определенной стороны могут участвовать. Насколько я знаю, до сих пор граждане России не могут напрямую участвовать на Kickstarter. И там есть такое, как Fazino, all-in. То есть если ты собрал сумму, ту, которую заявлял, тогда тебе деньги выдают, и ты платишь комиссию. Если ты не собрал, тогда тебе ничего не отдают. Вторая платформа – это Indiegogo. Она основана чуть раньше, в 2008 году. Основатель ее, можно сказать, наш соотечественник Слава Рубин из Белоруссии. В проекте можно участвовать организатором компании на платформе, может быть, из любой страны, то есть иметь в том числе российский паспорт. И там есть разные формы комиссии, собственно, площадки. То есть можно получить, заплатить 4% площадки, если ты цель набрал, и 9%, если ты цель свою не набрал. Основные перки, которые делаются, то есть они делаются, вот основные деньги, которые люди дают проекту, это там колеблются промежутки между 11 и 100 долларами. Это их статистика платформы. Часто задают мне вопрос, насколько стоит идти на глобальную площадку, либо идти на российскую. Но здесь скорее ответ лежит в плоскости, на какую аудиторию на цельный проект, и сколько есть денег на запуск компании. Потому что, естественно, глобальный запуск, он и денег больше требует, и если продукт глобальный, то и усилий также нужно потратить будет больше. Нужно, естественно, учитывать законодательства, юридические особенности разных платформ, и странно, потому что не все продукты там тоже можно выставлять. Ну и, конечно, требуется знание английского языка, потому что если проект как только набирает какую-то определенную цифру, то появляются запросы от журналистов, которые просят дать интервью. Если они слышат, конечно, в ответ плохо говорящего человека на английском, они иногда начинают стебать. Это, конечно, не очень корректно, но это на самом деле так происходит. Ну вот здесь приведены крупнейшие проекты, которые краудфандились. В том числе, например, Pebble краудфандил свое второе устройство, то есть собрал больше 20 миллионов долларов. Очень много в основном проектов, которые набирают больше всего денег. Это в основном хардверные проекты, которые говорят, что они делают какое-то новое вау, и многие люди, естественно, постараются купить их по дешевке, пока они есть на краудфандинге. Несколько слов, собственно, про нас, что мы сделали. То есть мы за 42 дня в компании собрали больше миллиона долларов, то есть 1 миллион 84 тысячи. Мы начинали продавать устройства с 99 долларов и поднялись до 209 долларов за одно устройство. У нас было 4500 человек, которые купили 6500 устройств. За первые две недели мы собрали 700 тысяч долларов. На самом деле скорость в какой-то момент была настолько большой покупок, что мы только успевали менять вот эти, так называемые, perks, потому что количество людей, покупающих одновременно, было очень большое. В итоге мы собрали суммарно 1 миллион 80. Собственно, что мы делали в начале, перед запуском, мы определили, естественно, платформы, когда мы поняли, что у нас паспорт не подходит под Kickstarter, хотя если была возможность, мы, честно скажу, пошли на Kickstarter, потому что там аудитория больше, и, соответственно, средний чек, который собирает проект, он выше. Второе, нужно подготовить презентацию продукта. У нас, честно сказать, подготовка заняла примерно 2 месяца, потому что мы готовили продукт, описание, визуальную составляющую, примерно поставили цель. Мы изначально поставили цель гораздо ниже, чем мы хотели собрать, для того, чтобы у нас были такие пиар-медиа-поводы об этом говорить. Потому что каждый раз, когда ты переуполняешь, ты можешь сказать, что, смотрите, мы переуполнили план в 2 раза, в 5 раз. И это хорошая история, чем говорить, что мы почти добрались до планки, не дай Боже, мы не добрались, там вообще сложная история будет для всех. А так ты говоришь, что мы переуполнили, переуполнили, переуполнили. Соответственно, нужно снять видео. Ну вот мы сняли небольшое видео там в Штатах, выложили его. Не могу сказать, что он был самый удачный, но мы его использовали. Там нужно поставить цель сроки. Вот одна из важных историй – установить перки для контрибьюшн. То есть вот те, кто собираются делать краудфандинг, я часто рекомендую очень сильно посмотреть другие проекты, какие они ставили перки в динамике, как они меняются один на другой, потому что там вероятность ошибиться очень большая и поставить либо завышенную цену, либо заниженную цену, что приведет к тому, что либо проект не взлетает сразу, либо он, наоборот, набирает очень быстро, как бы вы продаете какое-то количество устройств в убыток. Поэтому с этим очень надо аккуратно относиться. Плюс есть такой момент еще – это стоимость доставки. Потому что в основном ее очень часто не учитывают, но глобальная доставка – это, в принципе, сложная история. Мы, когда пришли в FedEx и DHL, сказали, нам нужно доставить 6500 устройств по миру. Они сначала сказали, ну, как бы это тоже и для нас сложная задачка. То есть мы с ними где-то, наверное, месяца два обсуждали схему всей логистики и сколько это будет в итоге стоить для компании. Сколько, собственно, каковы финансовые затраты на подготовку компании? Из чего они складываются? То есть есть подготовка самой страницы, подготовка видео, раскачка некой странички в Фейсбуке, чтобы она набрала какую-то аудиторию, подготовка пиар компании и, собственно, сам пиар. То есть вот эта подготовительная часть обходится… Ну, вот нам обошлась там 30 тысяч долларов. Остальная часть была уже потрачена в процессе компании, потому что там потребовалось больше усилий агентства, которое обслуживало, собственно, именно саму компанию, потому что было огромное количество вопросов и материалов, которые нужно было разместить. И плюс, как бы, с точки зрения сдержек – это комиссия самой платформы и комиссия платежных систем, там, кредитных карт или PayPal. Несколько, собственно, рекомендаций. Во-первых, хорошо бы, как бы, повысить знание о продукте до компании, чтобы люди были подготовлены и как-то им анонсировать. Потому что в момент, когда вы стартанете, желательно, чтобы часть людей об этом уже знали и купили устройство, потому что это даст очень хороший толчок, как бы, для остальных купить продукт либо обратить на него внимание. И вот там есть такое понятие – FFI – это Friends, Family and Investors. Вот они должны быть первыми теми людьми, которые ваше устройство купят, потому что они задают вот этот старт. И поэтому этих людей хорошо бы заранее подготовить им, там, не знаю, раздать им денег, либо сказать, что парни, обязательно купите. Ну и вот здесь надо понимать, что стадный эффект, он создает, на самом деле, успех файлинга. То есть когда ломятся все, и вот плюс еще публикуют об этом на Facebook, то, естественно, люди хотят тоже в этом поучаствовать. Вот к вопросу Греции, как бы, там была история, что как только они запустились, вначале, как бы, очень медленно шло, но потом один, второй, третий, четвертый, как бы, стали еще перепощивать новости на Facebook, и компания просто полетела, стала набирать там, по-моему, в секунду, то есть за один апдейт она набирала несколько тысяч евро. Что еще может повлиять? Собственно, длинные компании, они вовсе не означают, что больше денег, поэтому здесь нужно сделать этот баланс с точки зрения длины компании, потому что основные деньги собираются в самом начале. Сейчас, на самом деле, краудфандинговая платформа сделали еще продление, скажем, компании, так называемый pre-sale, то есть когда компания сама закончилась, можно сделать, там, на Indiegogo называется Indiman, когда можно поместить товар, и он будет предпродаваться перед запуском еще продукции. Второй очень важный момент – это поддерживать связь с краудфандерами, потому что люди, естественно, ждут, а там средняя задержка поставки устройств примерно один год. И, соответственно, получается, что люди, естественно, переживают, кто-то просит денег обратно, а по правилу краудфандника, в принципе, деньги не возвращаются, потому что это вклад в виде как-то вклад на боготворительность, то есть донейшн. И поэтому люди говорят, парни, отдайте деньги, там, вы жулики, там, ну, то есть всевозможные угрозы, претензии всегда идут. Поэтому кто-то раздает деньги спокойно на возврат пользователей, кто-то не отдает, но основная часть, на самом деле, если ты с ними коммуницируешь, рассказываешь, что, смотрите, как бы мы хотели выйти в мае, но у нас там, как бы, вот такая-то проблема возникла в Китае, там, китайцы нас обманули, сказали, дадут в сентябре, вот мы в сентябре вам поставим. И говорят, ну, окей, мы поверили, давайте. Или, как бы, сделали какие-то дополнительные тесты, сказали, что, вот, смотрите, вот фотография там с производства, вот они уже делаются и так далее. То есть нужен вот этот диалог, когда человек понимает, что, ну, да, задерживается, да, инновационная история, но, скорее всего, продукт получат люди. Ну, вот, мы, как бы, рекомендация, ну, то есть наша рекомендация, моя рекомендация, чтобы начинать сразу после краудфандинга именно продажи с сайта, потому что это помогает, вот, собственно, продлить компанию краудфандинговую и продолжать, собственно, сбор средств, как бы, с населением в пользу проекта. Потому что есть те люди, которые не успевают купить на краудфандинге и спрашивают, как бы, а где можно еще купить в этот момент, вот, либо использовать ресурсы площадок, либо открыть свою предпродажу. Ну, и, как бы, самый важный, на самом деле, совет – это ожидать непредвиденного. Я помню, мы когда запускали краудфандинговую компанию, она запускается ровно на следующий день после того, как Россия, ну, как сказать, вошла в Крым, если сказать тактично, и мы очень переживали, как к нам отнесутся, потому что на второй день мы уже, как бы, начали говорить про санкции, и у нас там первые деньги, которые застряли, это был PayPal, который сказал, что парни, как бы, мы вам деньги не отдадим, сейчас какая-то тревожная ситуация. Мы говорим, как, ну, вот, по правилу уже все так, он говорит, ну, политическая ситуация изменилась, извините. В итоге, то есть деньги отдали, но, как бы, был сложный период, когда вот этот переговор на процессе с PayPal. Например, то, чего мы никак не ожидали, это пришло огромное количество вопросов. Притом вопросов очень сложных, разных. То есть есть те, которые можно было ответить да-нет, но были вопросы, на которые нужно было там вот нам обосновывать научную новизну и ссылки на материалы другие, сказать. То есть если бы мы подготовили заранее, на самом деле это вызвало гораздо меньше, в том числе и негативной реакции, которая была в некоторых медиа про проект. Второе – это плохой пиар, тоже пиар. Мы когда запустились, был один журналист, почему-то посчитавшись, что мы жулики. Он писал, что мы жулики из России, что мы деньги заберем, никогда не отдадим. То есть устройство не работает, при том, что мы с ним лично встречались, мы показывали проект, сказали продукт, как бы говорили, вот один, как бы мы специально встречались с ним в кафе, что сказали, поешь что-нибудь там, и у тебя измерится калория. Говорит, нет, я не буду ничего делать, типа я вам не верю, вы все жулики русские, ну то есть и так далее. Ну, такое тоже было. И всячески пытался доказать, что оно не работает. Ну, вот, например, такие истории бывают, что деньги заблокированы, да, либо, например, в случае, так как у нас сумма была большая, нам попросили лично приехать в офис Indiegogo, показать продукт, рассказать еще раз. Там меня заставляли съесть сэндвич с Кока-Колой, там они посчитали предварительно, сколько там калорий. То есть я в офисе их съел, там, мы прожидали два часа, там, посчитал, сколько калорий, им показал, сказали, да, работает, как бы, сказали, ну все, деньги мы его разблокируем, отдаем. Вот, поэтому, ну и, как бы, естественно, задержка продуктов, как бы, как я сказал, уже средний год задержки hardware продуктов примерно около года. То есть есть проекты, которые выпускают там через два, два с половиной года. Есть те, которые вообще никогда не выпускают продукты, говорят, сори, парни, как бы, ну не получилось. Там некоторые в этом случае возвращают деньги, кто-то не возвращает деньги, но, тем не менее, такое тоже случается. Но вот в случае hardware продуктов, я бы, честно, рекомендовал бы сразу закладывать гораздо больше срок, особенно если есть только прототип, а предсерийной партии еще нету, потому что, вот, особенно если это происходит в Китае, то там много разных подводных камней. Ну, в принципе, все. Удачи всем на краудфайнинге. Георгий, спасибо. Я очень рада, что вы превратились из участника в спикера и грандиозно завершили нашу историю основателей. Друзья, у нас заканчивается официальная часть конференции, даже чуть пораньше на 15 минут. Многие спрашивают про материалы, будут ли они высланы участникам. Будет большая рассылка по всем зарегистрированным участникам в течение определенного времени, потому что мы будем собирать материалы и согласовывать со спикерами их отправку. И как только все материалы будут собраны, мы вам их отправим. Если вдруг они по техническим причинам не придут, спам и разные истории тоже могут случаться, пишите на ящик организации iidf.ru с вопросом, что вы ожидаете материала, вы регистрировались. Укажите, пожалуйста, почту, и мы тогда будем разбираться. До 19.30 у вас сейчас есть время, чтобы пообщаться, познакомиться. Я очень надеюсь, что вы насладились сегодняшним днем. Очень надеюсь, что для вас он будет продуктивным. И очень надеюсь, что это была наша первая и не последняя конференция. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok